Судебная коллекция Судебная коллекция Судебная коллекция Спасибо. 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 Позор правосудиста. Можно лишь по сути на Besslipbulenz? Спасибо. Позор правосудиста. Позор. Просудиста. Позор. Нет судей не kabo�ls. Ну почему не даешь меня? Хотя нет судей не kabols. Акутин whom? Иди сюда, двери с вами. Двери с вами. Продолжение следует... 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 И так по каждому шагу. Если мы этого не будем делать, то не надо вообще говорить о никаком правосудии. Давайте говорить о волюнтаризме. Как судья решит, как ему захочется, так он и будет делать. Что захочет следователь, зачем следователь проводит все эти следственные действия? Да не надо их проводить. Все равно никакого смысла в этом нет. Пришла, одна показала, записали показания свидетелей, отправляйся отбывать наказание. Очень печально, это очень тоскливо, потому что мы же, понимаете, международные наблюдатели не зря указали на то, что недостаток доказательств. Ведь это была главная наша победа, потому что мы показали в суде, что недостаточно доказательств. Либо доказательства эти получены незаконно, либо эти доказательства фальсифицированы, либо эти доказательства просто, ну как он сказать, опровергаются. Это никого не интересовало. Но если это никого не интересует, то мы зачем здесь? Какова наша роль? Как я могу быть адвокатом в таком процессе? Что я защищаю? Вот, казалось бы, после такого решения я должен себя чувствовать, знаете, как сказать, ну, как-то уязвленным или с чувством такого, что я проиграл процесс, в котором это мои, не знаю, недоработки, я плохой адвокат, я плохо знаю закон или, не знаю, я недостаточно логический мысль, я плохо защищаю. У меня нет такого ощущения. Это система. Пока система эта не изменится, это бесполезно. Это система, где все едино, где есть государство, где частью государства является суд, частью государства является прокуратура, частью государства является полиция. Все это взаимозавязано и все это работает в рамках одной системы. И пока люди, которые работают в прокуратуре или в суде, или в полиции, да, они в системе. Как только они выйдут, они окажутся в такой же ситуации, как сейчас находится Дуванов. Каждый из них, от тюрьмы до от суммы не зарекайтесь, каждый из них будет вот в этом. И пока мы будем жить в этой системе, пока мы будем за свои деньги. Я не хочу за свои деньги платить за то, чтобы меня здесь в коридоре снимали в ходе оперативной видеосъемки. Не хочу. Я не за это плачу деньги, свои налоги. Я лучше не буду платить тогда налогом, потому что я не хочу, чтобы этим занимались. Я ничего не нарушаю. Не надо меня снимать, не надо за мной следовать, не надо за мной слежку устраивать. Поэтому в этой ситуации Дуванов просто еще одно отражение, общая система. Жалко мне девочку, жалко. Жалко, но она жертва не Дуванова, она жертва системы, потому что ее систему использовала. Суд интересует провокация? Не интересует. А мы 8 страниц посвятили последней нашей апелляционной жалобе именно версии провокации. Полиция следовала с этой девочкой. Они перевозили их с места на место. У нас есть доказательства этого. Есть показания людей в суде. Кого это интересует? Никого. Мне жалко девочку, мне жалко ее мать. Мать судимая, была судима, понятно, что она человекуязвимый. Из четырех свидетелей обвинения основаны трое ранее судимых. Трое люди зависимые. Мы все живем в реальном мире. Мы знаем, что от людей зависит. Мне жалко эту девочку. Ну и что от моей жалости? Вот мы имеем результат. Сергей сильный человек. Сергей был к этому готов с самого начала. Сергей будет отбывать свой срок. Он выйдет. Мы все на это надеемся. И выйдет значительно раньше, чем многие думают. И правильно сказала его дочь в Соединенных Штатах последний раз. Абсолютно правильно сказала. Когда-нибудь все это изменится. История всем воздаст. И этим судьям, и этим прокурорам, и всем, кто судил. Мы уже это проходили. Понимаете? Очень жалко только, что это проходит по судьбам людей. Вот в данном случае еще один человек, Сергей Дуванов. Мы имеем Жихьянова, мы имеем Аблязова, мы имеем Исмаилова, который отбыл свой год решения свободы. Мы превращаемся в страну, где появляются политические заключенные. Мне очень жаль. Сколько бы нам не объясняли, какие уголовными преступниками являются эти люди. Мы превращаемся в такую страну. Это все уже известно. И никого, ни ОБСЕ, ни Европейский Союз, ни, не знаю, другие международные различные организации, этим не удивишь. Ну, будет дальнейший шум по всему миру. Это очень важно нашему руководству. Наверное. Наверное, оно считает себя непогрешимым. Бог им судья. Ну, давайте скажем так, вот вы являетесь представителем международной организации, вы эксперт и наблюдатель за этим процессом. То есть вы были на суде первой инстанции, вы сейчас присутствовали, можно так сказать, боком, и на апелляционном суде. Вот что вы можете сказать по поводу того, как выглядел этот процесс там и здесь? Ну, мы пока можем только сожалеть от того факта, что мы были допущены в первое заседание, и сейчас нет. Тем более, что у нас сегодня с нами были две эксперты, которые специально прикрыли с Голландой. Мы били договор, это было все договорно, и вот просто это очень странно, что сегодня так произошло, и пока это все, что мы можем. А как вы относитесь к тому факту, что защитники Дуванова нашли 85 процессуальных нарушений норм уголовного права? Вот по этому делу, допущенному судьей? Уже пойдем слишком на подробности, давайте зарегистрировать наше сожаление. Я замочил. О, началось. Наполеон. Да, удовлетворен. Но, с другой стороны, просто удовлетворен, так сказать, потому что он наконец-таки закончился, очень долгий процесс. А с точки зрения того, что защитники адвокаты, которые против меня выступали, ну, извините, как говорится, мне бы получше противников, посильнее. Вы считаете, что можно ставить точку? А? В этом деле можно ставить точку? Нет, ну что вы. В этом деле нельзя ставить точку, потому что законодательство позволяет дальнейшее, так сказать, обращение к иным инстанциям для того, чтобы тем или иным образом изменить существующий уже, вступивший в законную силу сегодняшнего дня приговор. То есть, сторона защиты может обратиться, допустим, и в Генеральную прокуратуру, и в Верховный суд с жалобой в порядке надзора. Но это уже не приостанавливает исполнение приговора. Сторона защиты имеет право также обращаться и в иные инстанции законодательные, так же, как и мы, допустим, адвокаты потерпевшей стороны. Так же, как и прокуроры, представляющие надзорный орган. Вы считаете, были нарушения в процессе следствия и в процессе судебности? Если бы нарушений не было, я бы не писал апелляционную жалобу. А какие нарушения? Я сегодня высказал эти нарушения, согласно моей апелляционной жалобе, в частности. Значит, я считаю, что судья немотивированно убрал доказательства, например, заведомого несовершеннолетнего возраста потерпевшей. То есть, он, допустим, взял эту записку, судья, записка, в которой потерпевшая отвечала на вопросы Дуванова о том, сколько ей лет, где она родилась, кем она хочет быть и так далее, собственной рукой. Вот. Но дело в том, что эта записка не была опровергнута в процессе первой инстанции. То есть, опровержение должно было наступить с момента вынесения судьей акта, то есть, постановления или определения. То есть, судья признает, что это недопустимое доказательство. Но судья-то этого не признал, как говорится, явочным порядком пишет, что записка, она, так сказать, подпадает под юрисдикцию 116 статьи УПК, то есть, не является доказательством. Ну, это же не доказано. Сам судья сам себе противоречит. В приговоре он пишет. Несовершеннолетняя такая, несовершеннолетняя такая, потом бах, здрасте, я ваша тетя, извините. Он говорит, ну, она, записка, не является доказательством. Ну, это же не опровергнуто. Это определено двумя экспертизами. Ни одна, кстати, из 18 экспертиз, в том числе и геномная, не была опровергнута защитой. Продолжение следует...